В 1953 году в Советском Союзе хоронили Сталина, достраивали фонтан дружбы народов СССР и продолжали исполнять песню «Москва-Пекин», не вычеркивая из нее строчки о том, что Сталин и Мао слушают нас. В том же 1953 году в тысячи километров к северу от китайской столицы в городе Чанчунь заработала первая автомобильная фабрика. Начиналась первая китайская пятилетка. Из стране побеждающего социализма позарез нужны были автомобили местного производства. Первые китайские грузовики назывались «Цефан», что в переводе означает «освобождение», и были точной копией советского ЗИС-150. Памятник этому автомобилю установлен у главных ворот завода в городе Чанчунь. Полвека спустя на месте Советского Союза появились полтора десятка независимых государств, а в социалистическом Китае зародился средний класс, которому очень нужны модные вещи, красивые рестораны и автомобили. Один из них теперь продается на российском рынке. Знакомьтесь, V-Bestern B-50. В Китае Bestern – это абсолютно отдельная марка, ориентированная как раз на средний глаз. То есть на людей, которые еще не заработали на результат совместного производства местной First Automotive Works, то есть V, и мировых автогигантов – Volkswagen, Audi, Mazda и Toyota. Именно Toyota стала донором гибридной силовой установки, которая приводит в движение флагман первой автомобильной фабрики – эксклюзивный седан марки «Хунь Ци». В переводе это означает «красное знамя», а в советское время его бы называли коротко и емко – «членовоз». Кстати, купить такой автомобиль нельзя, ни за какие деньги. Эксклюзивней не придумаешь. Для создания более доступных автомобилей китайцы купили у Mazda платформу шестой модели уже прошлого поколения и совместили ее с мотором от Volkswagen. Получился V-Bestern B-50. В отличие от бывшего Советского Союза, в Китае не забыли ленинскую заповедь о том, что нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Если раньше китайские автомобили мы узнавали по огромным комиксовым глазам и обилию внешнего хрома, то B-50 – это уже почти европейский дизайн. Хотя правильнее, наверное, было бы называть этот стиль всемирным. Именно появление в линейке мировых автогигантов так называемых «глобальных моделей» и привело к тому, что отработанные в Европе дизайнерские приемы слегка мутировали и приобрели несколько гротескный оттенок. Таков и наш герой. Расширенные колесные арки, имитация жаброобразных вентиляционных отверстий, граненый передний бампер, пластиковых штамповок на боковинах – все здесь немного чересчур. А заднюю часть, похоже, просто устали рисовать. Иначе объяснить сочленение заднего крыла, фонаря и бампера просто невозможно. Но даже при этом, если не знаешь смысл единички на логотипе, можно принять B-50, если уж не за японский, то за корейский автомобиль. Знак УФАУ, кстати, тоже непростой. То, что на первый взгляд кажется нескладным нагромождением угловатых линий, на самом деле орел, сплетенный из трех китайских иероглифов. Цифры один и слово «автомобильный». Таков и этот автомобиль. С первого взгляда думаешь, что не все разглядел, со второго приходит ощущение, что не все понял. Вроде бы все визуальные признаки современного автомобиля налицо, но все равно цельного впечатления не складывается. Как будто провинциал приехал в столицу, надев спортивные штаны и туфли с пряжками. С другой стороны, кто, как не китайцы, напомнит нам о том, что автомобиль – это не для того, чтобы любоваться, а чтобы ездить или что-нибудь возить. В перевозке всяких разностей китайцы толк знают. В стране, которая пребывает в состоянии перманентной стройки, грузовиков производится великое множество. И большую часть этого множества обеспечивает как раз первая автомобильная компания. Если начать изучение B50 с багажника, то можно сразу аплодировать стоя, как на собрании китайской коммунистической партии. Да, объем здесь не рекордный – 450 литров, но сам грузовой отсек имеет правильную форму и им очень удобно пользоваться. Кроме того, крышку удерживают не громоздкие петли, которые крадут значительную часть багажного объема, а компактный механизм с газовыми упорами. Если 450 литров мало, можно при помощи специальных ручек сложить спинки заднего сидения и увеличить пространство для груза. Единственное, на что можно посетовать, так это на то, что крышка поднимается недостаточно высоко. И если чем-то оперируешь внутри багажного отсека, потом очень легко ударится головой. В общем, позади пассажирского салона все прекрасно. А как живется внутри? Сейчас мы это выясним. Зимой сесть сюда можно будет только в теплой куртке. Сидение кожаное и никакого обогрева не предусмотрено. Поэтому вот вам сразу совет. Решите покупать, сэкономьте 40 тысяч и купите тканевый салон. Вообще сразу видно, что в Китае зима не такая, как у нас. Например, печка очень ленивая. Нужно сначала завести двигатель. Долго-долго ждать, и только потом можно будет раздеться. Гостям заднего дивана в морозы и вовсе придется остаться в шубах. Правда, на втором ряду достаточно просторно, чтобы активно размяться. В том числе и при помощи упражнений с подлокотником. Поездка длиной в несколько километров сокращает время ожидания. Но все равно салон прогревается достаточно долго, чтобы пожалеть о каждом потраченном на кожу рубле. На попавшем в наши руки тестовом автомобиле кожа уже пошла волнами. В общем, сплошное расстройство. И электрические регулировки сидений, утешение слабое. Все равно кресло хочется опустить ниже, чем это в принципе возможно. Да и рулевая колонка регулируется только по высоте. Впрочем, претензии к эргономике на этом и заканчиваются. Любители побрюжать могут посетовать на качество материала. Пластик действительно жесткий, но, во-первых, не гулки. А во-вторых, некоторые японцы и сейчас используют материалы не намного лучше. Зато здесь есть базовый набор потребительских ценностей. Двухуровневый бокс в подлокотнике. Мелкое отделение на вершине центральной консоли. Довольно просторный перчаточный ящик. Головное устройство умеет принимать сигналы от USB-разъема, который находится слева от рулевой колонки. Есть пепельница, даже люк в крыше. Главное, чего ждешь и чего боишься в китайских автомобилях, это чрезмерные вычурности. У B50 она, к счастью, отсутствует напрочь. Перед глазами водителя понятные и информативные приборы, а качающиеся ручки микроклимата не люфтят и не требуют привыкания, как и кнопки мультифункционального руля. Есть, конечно, менее однозначные решения, загадочные, как сам Восток. Непонятно, почему для громкой связи не нашлось более подходящего места, чем внутрисалонное зеркало заднего вида. Оно же отражает не только окрестности, но и показания парковочного радара. Но к этому как раз привыкаешь моментально. В сухом остатке обнаруживается только легкое удивление от весьма достойного качества сборки. Детали интерьера молчат, и если давить на них пальцами, и на ходу тоже не производят лишних звуков. Но тем более странно слышать то, что все-таки раздается во время движения. Вот, например, сейчас вы не слышите звук радио, но вот что будет, если я при помощи кнопок на руле постараюсь изменить его с очень тихого на просто тихий. К счастью, ручку громкости искать не приходится. Так что если просто запретить пальцем нажимать удобно расположенные кнопки, из шумового сопровождения остается только стальное скрежетание шифов по асфальту. Но тишина только одна из составляющих комфорта. Вот, например, что испытывает водитель, проезжая искусственную неровность на 40 км в час. Никаких потрясений, даже не верится, что тележку Mazda 6 можно было настроить так комфортно. Вот уж действительно русские с китайцем братья на веку. После таких упражнений с трудом вспоминаешь, что Mazda 6 всегда числилась среди драйверс-каров, а комфортабельностью и всепрощением по отношению к дорожным неровностям могла похвастаться в последнюю очередь. Конечно, на этой же платформе построены и кроссоверы Ford Edge и Mazda CX-9, и представительские седаны Lincoln Zephyr и Mercury Milan. Но все равно комфортабельность этого китайца остается откровением, понять и принять которое совсем непросто. После прогулок по искусственным и естественным неровностям становится совершенно безразлично, что за мотор под капотом этого автомобиля и что он там может. Технические данные вправду не впечатляют. Двигатель рабочим объемом по 1,6 литра, не особенно напрягаясь, производит на свет 103 лошадиных силы и 145 ньютон-метров крутящего момента. Этого хватает, чтобы разогнать оснащенную шестиступенчатым автоматом машину до 185 километров в час, первые 100 из которых удастся набрать только через 13,8 секунды. Утешаться остается только умеренным расходом. В смешанном цикле можно уложиться в 8,5 литров на 100 километров. При совсем не рекордных показателях, союз двигателей и коробки позволяет уверенно держаться в городском потоке, не создавая дискомфорта ни себе, ни окружающим. К счастью для будущих владельцев B50, китайская промышленность успешно освоила производство фольксвагеновского мотора EA113 с алюминиевым блоком и распределенным впрыском. Вершиной современных технологий этот агрегат, конечно, не назовешь, но он с честью работал и продолжает работать под капотом десятков моделей концерна Volkswagen. Правда, в Европе такие двигатели больше не производят из-за подготовки к переходу на нормы Евро-6. В Китае экологи не так фанатичны, поэтому разные версии двигателя успешно ставят на модели Volkswagen для китайского рынка. Там союз немецкого мотора с гидромеханической коробкой iSyn ценят точно не за убийственный темперамент. Шестиступенчатый автомат отлично подходит этому довольно чахлому 103-сильному моторчику. Коробка вовремя подстыкает нужные передачи и живо реагирует на агрессивное педалирование. Для совсем торопливых тут есть даже секвентальный режим, причем устроен он по-спортивному. Движениями рычага к себе повышаешь передачи, толкая от себя понижаешь. Но и то, и другое кажется абсолютно бесполезной суетой. Конечно, когда под колесами асфальт, а на колесах стальные шипы, оценивать ездовые поводки автомобиля довольно странно. Но даже сейчас можно сказать, что B50 это не драйверс карты. Сиденье обшито довольно скользкой кожей, боковая поддержка практически отсутствует, а пропиль спинки такой, как будто он пытается вытолкнуть водителя, а не удержать его во время прохождения поворотов. Кроме того, руль нужно поворачивать на достаточно большие углы, что тоже очень непривычно всем, кто водил в этот раз современную машину. Так что гонки это не для нас. А вообще, для нас ли этот тестерн B50? Он неплохо выглядит, а версия с автоматом, ненужным кожаным салоном и относительно бесполезным люком стоит 669 тысяч рублей. За те же деньги можно купить относительно неплохо упакованный седан гольф-класса, наплевав на то, что позади водителя будет несколько теснее. Тогда зачем покупать, мягко говоря, довольно своеобразный автомобиль с угловатой внешностью, не всегда однозначными эргономическими решениями и опциями, от которых сразу же хочется избавиться? Ответ на этот вопрос китайцы благоразумно позволяют искать потребителям, то есть нам. Чтобы вести людей за собой, иди за ними, говорил Лао Цзи. И не нужно быть древним китайским мудрецом, чтобы понять, что основной потребитель бренда Bastern живет совсем не в нашей стране. В Китае B50 позиционируется как автомобиль для среднего класса. Наш российский средний класс тоже не против покупать вещи, сделанные в Китае. Но при этом желательно, чтобы на вещи был известный логотип, а сама она была придумана за пределами Поднебесной. Почему? Да хотя бы потому, что ноутбук или смартфон никогда не сделает вот так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»